да детский сад тут просто жесть если бы они связывались я вот этот стояк основной если уж на то пошло проект проект вообще раскладки кафеля был не было ничего не было то есть пока ваяли не почему они они связаны с ним ничего дело но просто это никогда было то все я уже не помню его надо было в сторону сюда отнести понимаешь к углу ближе если здесь планировалась узкая плитка к углу тогда бы вентиль как раз будут на этом месте был понимаешь тут бы можно было хоть что-то там придумать там барашек этот согнут там вверх как-то туда-сюда сейчас на данный момент надо как-то через верх залезть чтобы через верх залезть здесь грёбаный магнит у тебя здесь вообще по идее там как бы вот так вот вырезать хотя бы надо там я не знаю профиль этот давануть туда туда рука должна хотя бы залезть чтобы можно было вращать то есть вырезать так это ну это надо пробовать это не факт это надо пробовать потому что вот в это вот это это чё это 10 сантиметров это хрень надо сверху как-то хотя бы хоть что-то может барашек там не резать его выгнуть например наверх дает например его вставляешь сверху и там хоть как-то крутить его можно было бы рукой это и это здесь то место позволяет потому что резать это потому что слабое место это прокладки вот здесь вот вот это слабые места у них резко здесь нет нет ничего что вот надо что-то думать решать вырезать вообще брать за грудки товарищи пускай не открывает мне пробуют а то ну просто я говорю что если здесь свечок сделали ну ну хоть как-то там вместо да там понятно это вот тем гребенком конечно просто если гребенки он те навернуться но это снимать гребенка просто ну тут ладно тут хоть как-то более-менее бог с ним ну потому что бывает что вот эти летят вообще не знаю что это гребенки вот просто такой люк это все можно было вертикально расположить ну то есть понимаешь не горизонтально вертикально а вот эти вот эти все вот штуки это можно было бы гребенки вот вертикально бы они здесь шли ну то есть понимаешь из них бы это вот ну и место тут люк то в высоту длинный он никак не в ширину ну то есть я говорю тут они каждые по-своему делал то есть если этот люк уже был в наличии тут нет не было не было потом но он должен был хотя бы обговаривать с вами что какой люк если вот здесь вот этому то есть я то вижу обговариваю почему все еще дорого это же блин надо проект что это все в голове должно и это все должно как бы это вернулся я на этот объект как меня и просили тут такси он там ты нифига не видно выселил отверстие на 120 здесь у нас неожиданное решение бы сто процентов там тоже против сейчас надо будет резать думаю болгарка хорошо все чемоданы взял раз надо потом обалдеть в итоге мы раздолбались у меня у клиенты сейчас у нее ну там тоже дома вот она капает не запакованы или что ой как хорошо как хорошо как вот ярко так вот эту херню сейчас выкручивать никто не знает потому что это шестигранник грёбаные идиоты стоит он криво потому что отверстие просверлили криво так выкрутить мы выкрутили как эти выкрутить которые вот так вот закручены под углом что одно что другое так под углом и так по углу хрен поймешь в принципе мы уже знаем как открутить надо будет сейчас ехать так ладно хоть здесь доступ сделали кранам картину потом повесит здесь просто здесь здесь не просто круто как-то так вон хоть там тифон насечек какие то есть мало-мальски здесь здесь мало-мальски чешечки такие классные шикардос потом продолжим так продолжим вернее так продолжим наш тот марафончик не прошло как говорится и полгода а вернее почти полтора месяца есть наверно не больше с момента нашей здесь встречи для вас 5 секунд расскажу еще здесь историю как все с этим связано вот как так могли делать конечно ладно в общем сосед за стенкой когда здесь пользуется водой я не знаю полтора месяца прошу на я пересмотрю еще конечно свое видео очень идет шум стены очень как они спененый бетон от пена бетон или как он там спененый блоки короче они здесь пользуются водой за стенкой шум стоит надо будет ставить регуляторы давления сосед за стенкой купит их что по этому соседу чтобы все было нормально ну ладно это уже отвлеклись это мы может быть с ним в другом видео когда-нибудь значит что я придумал я придумал такую хрень вот то есть как бы в обратку контрагайка такой там не удлинитель был сейчас закручу туда запакую и попробую выкрутить за контрагайки выкрутить что у нас из этого получится я пока конечно не знаю если у нас ничего не получится я тогда вообще хрен его знает самый простой взять пилу кончать эти перехода вот удлинитель закрутил видно как он ровно стоит прямо вот красавцы ровно должен выбирать для как говорится что у меня вроде с этим с этим вроде получилось откручивается все конечно очень потому что криво закручено скорее всего вот и подарок у нас есть видео короткое там где-то попури типа собрано как товарищи блять ставили удлинитель блин ну ссылочку ссылочка будет когда я там выкручил удлинители истины с подсмеситель вот та же ситуация не граммельно вот и причина круто кому нравится пальцы вверх ладно буду ставить удлинители вот такие вот там шестигранник и хоть выкрутить можно вот и это выкрутил здесь запаковано видно до 1 2 2 отличие повторюсь там ничего нет ну как и что и требовалось доказать полотенцесушитель висит ровно прям по струночке все только из-за из-за вот этой херни кафель я сверлить не буду кто бы мне что там не писал этой херней заниматься не буду сразу говорю а то сейчас начнете писать вы сверли кафель выровнив все блять задачи такой не было поставлено повторюсь и буду наверное на каждом видео теперь повторяться что прежде чем приступить какой-либо работе переделки доделки заново работу все обговаривается с клиентом полностью я не знаю как вы работаете вам может быть надъебись или как-то извините конечно за мат но не пишите мне пожалуйста в комментариях вот надо было там надо было туда все обговариваться с клиентом если надо выпилить здесь люк значит выпилим люк надо рассверлить кафель значит будем сверлить кафель не все готовы платить за лишнюю работу и говорят ну пускай останется как и есть лишь бы здесь не текло и ничего не бежала скажем так за этой херни я вообще не знаю как он стоял если честно наверное натяжку какую-то так что такая ситуация ну что я все конечно поставил ну вот хочу еще раз показать напомнить кто что там будет делать вот эти штуки старайтесь всегда перебирать они могут сразу не побежать но уже мы показывали своих видео почему-то производитель делает здесь такую же резьбу не обратную то есть правую резьбу до левую делать вот при затяжке когда начинаешь затягивать нибель наверняка называется хрен его знает называется он начинает выкручиваться в общем сюда надо подматывать не вот или нить нету нити лен но только не функу функа хрень полный товарищ не подматал и все у меня побежал хотя попробовал вроде было затянуто но это еще пол беды сейчас я вам покажу главную беду видите в каком состоянии находится кран ручки я уж сам тут сделал что это вообще эти хоть чуть-чуть по длине этот вот закрыт это тот открыт даже вот так покрутим его результат нулевой а вот этот слышно да капает не капает да низ капает короче нахер все перебирать придется по-видимому придется высверливать здесь все же кафель мне твою мать а вот как после таких людей что вы чужую работу хаете мне что ему тут ему ну ладно это краны если мне память не изменяет типа столт наверно я так думаю модель и талия может кто-то поправит меня что это за марка кранов ну похоже на столт придется мне наверно высверливает разбирать это все к чертовой матери убирать эту херню наш экран надо менять экран менять короче залепо ладно если что может мы это видео так сейчас выложим 8 сейчас я хозяина позову этот кран тоже ровно приваренный прям шикардос ровно 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 вниз приваренный но это ничего я думаю страшно как раз воздух чтоб уходил ладно буду звонить хозяин вот такие дела ребята вот так вот да я встрял с этим полотенцесушителем ладно продолжаем наш марафон с полотенцесушителем адрес так сегодня у нас уже понедельник пятницу я был прошло время к сожалению не стал снимать ничего но я и так все расскажу ребята ребятушки вот так вот всем этот раздорбанили потому что нас даже ключи не лезли здесь в общем так получилось я думаю что это не критично стена никуда не рухнет будет все зашибись поставленным экраны джеками не надо будет гаечку здесь накрутить получше ну это так так получилось потому что уголок уже закрутился вплотную кран поэтому все так и получилось ладно ничего страшно в общем хочу вам сказать главную причину почему нир не было воды в нижнем кране кран оказался рабочий но кто бы знал естественно тут же уголок все все кто туда заглянул скажем так и все это понял хорошо что я не снял полотенца сушитель то есть но сейчас это все уже конечно стоит он стоит уже ровно ну может быть чуть-чуть вот сюда там какие-то миллиметры но это я думаю не совсем критично то что как он был вообще стоял там криво удлинитель ой удлинитель крепление конечно все равно оно высоковато потому что ну так так просверлили почему он стоит ровно потому что здесь как видно нет никакого удлинителя и здесь не здесь сантиметровый здесь удлинитель вот стоял если вы перемотаете назад посмотрите причина банальная причина банальная пишите комментарии мы ответим в чем была причина кран был рабочий а воды не было вот так тут розеточки сделал мой выключатель так все все по фэн-шую ну квартира под сдачу поэтому как бы ну мебель такая принципе квартира под сдачу вот так вот застройщика головочки стоят все правильно стоят головки ну чтоб не выпирала из подоконника из под подоконника какая у нас красота отсюда вид зашибательский будет видно где она гора ягоза там сугамак озеро иртяж он дробаки сидят и здесь сидят дробаки красота он его не приехал сейчас мы повесим картины и будет у нас все хорошо давай отлично никто не догадается что там краны находится ну в общем причина банально причина извините меня конечно за критику в адрес долбоящеров короче отверстия входные что сверху что снизу заварены по практически на две трети то есть у меня там проходила буквально вот это вот отвертка ты не знаю миллиметров четыре даже пяти нет миллиметров то есть она проходит ты там ну в общем там отверстие буквально миллиметров пять что сверху что снизу дом стоит на теплообменниках вода в нем бежит в общем коричневого цвета подогретая холодная вода так что тупо просто забила грязью илом и всем остальным здесь вот отверстия полдюймовки они и они заварены то есть изначально кто делает трубу мастер в кавычках не сделал больших отверстий и все это нахер забился вот и все но кто бы знал причину знал бы я причину как говорится знал бы где упадешь и соломкой постилил ну граны мы все равно поменяли граны куплены поменены я считаю что джекамини получше чем стол но все и на фоне этой прекрасной картины от пабло пикассо мы завершаем свой репортаж который длился почти два месяца на полтора наверно и два месяца точно ладно кому понравилось пальцы вверх и только так держать всем удачи всем пока